Попытки оставаться здоровыми иногда походят на полный рабочий день, особенно во время пандемии. Но я здесь, чтобы облегчить эту задачу. Добро пожаловать в подкаст «Факты о питании». Я ваш проводник, доктор Майкл Грегер. Сегодня я расскажу о могучей силе овса. И я не рекомендую вам носить кормушку на шее, но скажу, что овес – очень универсальное зерно. Вот моя первая история. Клетчатка выделяется как питательное вещество, представляющее интерес для общественного здравоохранения. В Америке существуют дефициты оптоволокна. Мы получаем только половину минимума, что считается проблемой общественного здравоохранения для всех американцев. Но не всех американцев. Менее 3% соответствуют рекомендуемому минимуму. То есть, менее 3% всех американцев употребляет достаточно растительной пищи – единственное место, где встречается клетчатка. Хотя для мясной категории добавлено номинальное 1,1 на случай, если кто-то съест корн-дог или откусит гарнир. Если бы даже половина взрослого населения съедала на 3 грамма больше в день, типа четверти чашки бобов или миски овсянки, мы могли бы сэкономить миллиарды на медицинских расходах. И это только от запоров. Употребление растительной пищи, употребление продуктов, содержащих клетчатку, снижает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака и ожирения. Первый, кто установил связь между употреблением клетчатки и смертельной болезнью, был, вероятно, доктор Хью Троуэлл, много десятилетий назад. Он провел 30 лет, практикуя в Африке, и стал подозревать, что все было из-за большого потребления кукурузы, проса, сладкого картофеля, зелени и фасоли. Все это защищало людей от хронических болезней. Это как бы превратилось в так называемую гипотезу волокна, но он не думал, что это было само волокно. Но были продукты с высоким содержанием клетчатки, которые давали такую защиту. В цельных злаках сотни разных штук помимо клетчатки, которая может оказать благотворное влияние. Например, клетчатка в овсянке может снизить наш уровень холестерина в крови, поэтому меньше застревает в наших артериях. Но во все есть противовоспалительные и антиоксидантные фитонутриенты, которые могут помочь предотвратить развитие атеросклероза и затем поможет поддержать артериальную функцию. Провидцы, такие как Троуэлл, не попали в ловушку простодушного акцента на пищевые волокна и настаивали на том, чтобы все растительные продукты получили особое внимание. Потребление клетчатки было своего рода маркером потребления растительной пищи. Те, у кого самое высокое потребление клетчатки и самый низкий уровень холестерина, были теми, кто питался исключительно растительной пищей. Факторы риска, такие как холестерин, это одно. Но могут ли такие отдельные продукты на самом деле повлиять на прогрессирование сердечных заболеваний? Мы не знали. Пока это исследование не было опубликовано. Сотни пожилых женщин прошли коронографию, где можно было ввести краситель в коронарные артерии сердца, чтобы увидеть, насколько широко они открыты. Им сделали ангиограмму в начале исследования, а затем еще одну через несколько лет, все время анализируя их питание. Вот что они нашли. Артерии женщин, которые ели меньше порции цельных зерен в день, значительно сужались. В то время как артерии женщин, которые съедали всего одну порцию или более, тоже значительно сужались, но сузились поменьше. Все они были женщинами с сердечными заболеваниями, придерживались стандартной американской диеты, и поэтому их артерии постепенно закупоривались. Болезнь сердца – убийца номер один американских женщин, но засорение было значительно меньше у женщин, которые ели больше цельнозерновых продуктов. Значительно меньше прогрессировал атеросклероз. На самом деле почти такое же замедление болезни, какое можно было бы получить от приема гипохолестеремических статинов. Статины также могут замедлить скорость закрытия наших артерий. Но хотим ли мы просто замедлить скорость, с которой мы умираем от сердечных заболеваний, или вообще не умереть от болезни сердца? Цельная растительная диета показала обращение вспять прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, открытие наших артерий обратно. Цельнозерновые продукты, как и лекарства, могут помочь противостоять эффекту закупорки артерий с помощью остальной части диеты. Есть овсянку с беконом и яйцами лучше, чем просто есть бекон и яйца. Но, возможно, лучше вообще отказаться от питания, закупоривающего артерии. В нашей следующей истории овес подвергается испытанию против определенных побочных эффектов химиотерапии, чтобы увидеть, насколько успокаивающим и противовоспалительным он может быть. Овсянка использовалась на протяжении веков. Овсянка использовалась на протяжении веков как местное успокаивающее средство на коже для снятия зуда и раздражения в дерматологии. Конечно, это идет от Джонсон и Джонсон, который продает овсяный лосьон. Но посмотрите, помогает ли это при сухости кожи или укусах насекомых. Я могу представить, что у него есть какое-то успокаивающее качество. Но это исследование потрясло меня. Есть класс химия препаратов, вроде цитуксимаба, что вызывает ужасную сыпь. Достаточно плохо, когда у тебя какой-то ужасный рак, а потом появляется еще болезненная зудящая сыпь. Различные методы лечения были опробованы и не увенчались успехом. И нет четкого профилактического или помогающего лечения этой сыпи. Или все же есть. Исследователи слышали об этом исследовании, в котором фрагменты кожи человека от пластической хирургии были подвергнуты воспалительному химическому воздействию. И добавление экстракта овсянки помогло. Ну так, а что вы теряете? Из 10 пациентов с химическими высыпаниями они смогли получить доступ, чтобы попробовать овсяный лосьон. У 6 был полный ответ, у 4 – частичный ответ, давая общий уровень ответа на овсянку 100%. Писали врачи со всего мира. Значительное улучшение у всех пациентов? Казалось, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но от отчаяния попробовали. И получили такие же удивительные результаты. Овсянка – простое средство для местного применения, приносящее такую впечатляющую пользу, где более сложные методы лечения оказались неэффективными. В эпоху, когда все более дорогие процедуры постоянно отстаиваются, было бы очень жаль, если бы на этот недорогой естественный подход для облегчения неприятных симптомов не обратили внимание. По иронии судьбы, у двух линий раковых клеток с резистентностью инвитро к этому типу химиотерапии была обнаружена чувствительность к авенатромидам, которые являются уникальными фитонутриентами, содержащимися во все. Предполагается, что люди также должны наносить овсянку на свои внутренности. Наконец, сегодня потребление цельного зерна – это всего лишь показатель более здорового образа жизни, или цельные зерна имеют прямую пользу для здоровья? Если овсянка настолько сильна, что может убрать какое-то разрушительное действие химиотерапии, нанеся ее на кожу, что она может сделать, если мы на самом деле ее съедим? Фармакология овсянки. Сообщается, что овес обладает различной лечебной активностью, такой как снижение уровня холестерина и сахара в крови, укрепляет нашу иммунную систему, противораковые средства, антиоксидант, антиатеросклероз. Помимо местного противовоспалительного действия, также может быть полезной для контроля детской астмы, масса тела и так далее. Потребление цельного зерна в целом связано с более низким риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и набора веса. Все когортные исследования диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний показывают, что потребление цельного зерна связано с более низким риском. То же самое они наблюдали и при ожирении. Постоянно меньшее увеличение веса было у тех, кто потреблял несколько порций цельного зерна каждый день. Да, все перспективные популяционные исследования показывают, что более высокое потребление цельных зерен связано с более низким индексом массы тела и с увеличением массы тела. Однако эти результаты не проясняют, является ли потребление цельного зерна просто маркером здорового образа жизни или же фактором, благоприятствующим самим по себе более низкой массе тела. Например, потребители цельного зерна, те, кто ест цельную пшеницу или коричневый рис, а на завтрак овсянку, физически более активны, меньше курят и потребляют больше фруктов, овощей и пищевых волокон, чем те, кто вместо этого использует фрут лупс. Статистически можно контролировать эти факторы. Эффективное сравнение только некурящих с некурящими, с аналогичными упражнениями и диеты, как и в большинстве исследований, и они по-прежнему видят, что цельные зерна защищают посредством различных механизмов. Так, например, помогая контролировать вес, растворимая клетчатка овсянки образует в желудке гель, который задерживает опорожнение желудка, заставляя человека чувствовать себя более сытым в течение более длительного периода, что помогает похудеть. А потом появляются другие эффекты в тонкой и толстой кишке, так что кажется вероятным, что потребление цельного зерна действительно дает прямые выгоды. Тем не менее, только результаты случайного контролируемого интервенционного исследования могут дать доказательства причины и следствия. Другими словами, доказательства очевидны, что у потребителей овсянки более низкий показатель заболеваемости, но это не то же самое, как если доказать, что мы начнем есть больше овсянки, наш риск упадет. Чтобы знать, нам нужно интервенционное исследование. В идеале слепое исследование, когда вы даете половине людей овсянку, а другая половина получает фальшивую овсянку-плацебо, которая выглядит и имеет вкус как овсянка, чтобы проверить, работает ли она на самом деле. Как вы понимаете, до сих пор этого не было сделано. Двойное слепое случайное исследование мужчин и женщин с избыточным весом и ожирением, и почти у 90% тех, кто ел настоящую овсянку, была сниженная масса тела по сравнению с отсутствием потери веса в контрольной группе. Более тонкая талия в среднем, снижение уровня холестерина на 20 пунктов и улучшение функции печени. Неалкогольная жировая болезнь печени, то есть жировая дистрофия печени, вызванная избыточной едой, а не избыточным алкоголем, теперь самая четкая причина заболевания печени в Соединенных Штатах. Обнаруживается при вскрытии у 90% лиц с ожирением и может привести в редких случаях к циррозу печени, раку печени и смерти. Теоретически, цельнозерновые продукты могут помочь при профилактике и лечении жировой болезни печени, но это первый раз, когда на самом деле это было подвергнуто такому исследованию. Последующее исследование, проведенное в 2014 году, подтвердило эти выводы. Защитная роль у цельнозерновых продуктов, но очищенные зерна были связаны с повышенным риском. Таким образом, никто не ожидал получить такие замечательные результаты с Wonder Bread. Мы будем рады, если вы поделитесь с нами своими историями о восстановлении вашего здоровья с помощью питания, основанного на фактических данных. Перейдите на страницу nutritionfacts.org. Мы поделимся вашими историями в наших социальных сетях, чтобы вдохновить других. Чтобы увидеть какие-либо графики, диаграммы, изображения или исследования, упомянутые здесь, перейдите на целевую страницу подкаста «Факты о питании». Там вы найдете всю необходимую подробную информацию. Плюс ссылки на все источники, которые мы цитируем по каждой из этих тем. Для жизненно важного и своевременного текста о патогенах, вызывающих пандемии, вы можете заказать электронную аудиокнигу. Или распечатку моей последней книги «Как пережить пандемию». Рецепты можно найти в моей еще более новой поваренной книге «Как не сидеть на диете». Она красиво оформлена и содержит более 100 рецептов вкусных и питательных блюд. Все доходы, которые я получаю от продажи всех моих книг, идут на благотворительность. NutritionFacts.org – это некоммерческая общественная служба, основанная на науке, где вы можете подписаться на бесплатные ежедневные обновления о последних исследованиях в области питания с помощью коротких видеороликов и статей. На сайте все бесплатно. Там нет рекламы, нет корпоративного спонсорства. Это строго некоммерческое использование. Я ничего не продаю. Я просто подаю это как общественную услугу. Как труд любви, как дань моей бабушке, чья собственная жизнь была спасена с помощью научно обоснованного педагога.